Магнино-резонансная томография Магнино-резонансная томография В трех проекциях Мы видим изображение имплантов Они могут быть расположены ретро-мамарно Они могут быть расположены субпекторально Причем мышца может покрывать частичный имплант Или полностью имплант В последнее время мы стали все чаще наблюдать Импланты фирмы Мотива Которые имеют метку с электронным QID-чипом И этот чип, к сожалению, дает нам вот такой артефакт Который вы можете видеть на нижних слайдах Если он правильно расположен, то, как правило, он располагается кзади И не мешает нам диагностировать какие-то осложнения Если же имплант переворачивается, как в данном случае, вы видите метку эту спереди Для того, чтобы правильно выполнять протокол магнитно-резонансной томографии при диагностике осложнения имплантов Конечно же, необходимо выполнять и помимо основного протокола Т2, рутинного Т1, жироподавления Необходимо выполнять еще и последовательности с подавлением сигнала от силикона Но в современных томографах, которые нам могут предложить вместо вот этих длинных Все знают, кто занимается магнитно-резонансной томографией Что, к сожалению, силикон-супрэшн эти программы крайне длительно идут И нам бы хотелось получить больше информации И вот один из вариантов такой программы, которую предлагает General Electric Это флексовские программы, которые получают четыре изображения в Т2 С подавлением сигнала от воды, от жира И Т2 изображения в фазе и в противофазе Ну, это протокол исследования Я всегда настаиваю в своих выступлениях о том Что любой протокол, вот этот укороченный протокол по поводу оценки разрыва импланта Или не разрыва импланта Ну, наверное, не должен использоваться в широкой практике Только в каких-то узких случаях, когда женщина лактирует или еще что-то Я объясню, почему Потому что дальше, если вы увидели разрыв импланта Поставили этот разрыв импланта Дальше ей предстоит операция Нативное исследование магнитно-резонансной молочной железы является малоинформативным И поэтому вы ничего не увидите Есть ли какие-то проблемы, заболевания, образования в молочной железе И поэтому перед операцией, которая достаточно дорогостоящая по замене имплантов Необходимо все-таки знать более полную информацию Поэтому протокол должен включать в себя и прав последовательности с введением контрастного вещества Осложнения эндопротезирования можно разделить на общихирургические осложнения Которые появляются в процессе либо нарушения, в процессе планирования, либо осуществления хирургического лечения Это гематомы, она может быть диффузной и ограниченной Это серома, которая тоже может быть диффузной и ограниченной Это капсулит, это воспалительные инфильтраты или патологические отеки молочной железы Это послеоперационные гранулемы, липогранулемы, рубцы и различные виды асимметрии молочных желез Я должна сказать, что общихирургические осложнения могут развиваться как в раннем, так и в позднем периоде Мы можем их встречать Ранний период – это в течение месяца после операции И, конечно, ранние осложнения в приоритете является диагностика их с помощью ультразвуковой методики Что касается поздних проявлений, это спустя год И тут, конечно, на первое место выходит магнитно-резонансная томография Следующий ряд осложнений – это группа осложнений Это реактивные осложнения, которые связаны с реакцией организма на внедрение инородного тела То есть это фиброзно-капсулярная контрактура Это пластологический отек молочной железы аутоиммунного характера Это силикогранулемы и силиконовые лимфоаденопатии И третья группа осложнений – это специфические осложнения, которые характерны только для имплантов Это фрагментация или поломка, разрыв силиконового геля при неповрежденной капсуле импланта Это разрыв имплантов, то есть разрыв перепротезной капсулы или оболочки импланта И это лимфома – брест-имплант ассоциированные Теперь мы рассмотрим общихирургические осложнения, которые первая группа – это общихирургические осложнения И посмотрите, в данном случае это гематома дифузная, которая достаточно легко визуализируется на больших крупных размерах Это ретро-гематома И на Т1 мы видим с вами высокоинтенсивный сигнал Высокоинтенсивный сигнал на Т1 взвешенной последовательности, что позволяет нам с достаточной уверенностью определить, что это кровь Ну и, собственно, после хирургического лечения выполнено мы получаем подтверждение своему диагнозу Следующее – гематома ограничена Эта пациентка пришла совсем недавно ко мне И при ультразвуковом исследовании ей написали, вот вы видите, ультразвуковые сонограммки, картинки Которые были представлены ею И при ультразвуковом исследовании ей поставили доброкачественное образование в молочной железе фиброаденом Однако при магнитно-резонансной томографии вы видите, что по внутренней поверхности импланта Вот левого, вот он, редко стоит Мы видим такую достаточно вытянутую структуру, которая не накапливает контрастные вещества И дает высокоинтенсивный сигнал на Т1 взвешенной последовательности Имплантация была выполнена в 2012 году, то есть более 9 лет И это организованная гематома, ограниченная Сиромы диффузные, это тоже важный признак, они тоже бывают ранние и поздние И поздние сиромы, они крайне опасны, это и самый главный признак Чаще всего, как проявляется брест-инплант, ассоциированная лимфома Рецидивирующие сиромы Поэтому наша задача как диагностов, в общем, во-первых, определиться, есть сиромы или нет Во-вторых, определить объем данной сиромы Они могут быть минимальные, небольшие, которые не требуют хирургического лечения Они могут быть умеренные, да, средние сиромы, которые требуют хирургического лечения И крупные сиромы, которые, возможно, даже лечение их осуществляется с помощью замены импланта Ну и сиромы ограниченные, это, как правило, результат Чаще всего мы наблюдаем это ретросиромы И чаще всего это результат лизированной гематомы, которая была пропущена в раннем послеоперационном периоде Капсулит Это реакция капсулы, воспалительная реакция капсулы Она может развиваться, капсулит, как отдельно расположенные осложнения Возникающие осложнения, но чаще всего это осложнения, которые сопутствуют сиромам Которые сопутствуют разрывам имплантов Когда мы видим накопление, утолщение капсулы И накопление капсулы контрастного препарата, активное Или разрастание по капсуле, что тоже требует отдельной дифференциальной диагностики с лимфомами Воспалительный инфильтрат или патологический отек молочной железы И, конечно же, когда мы видим какие-то инфильтративные изменения или отеки молочной железы Первое, что мы должны сделать, исключить рак молочной железы Как у данной пациентки, у которой вы видите инфильтративную форму инвазивного рака С метастатическим поражением лимфатических узлов Что обусловило отек В данном случае у данной пациентки мы видим воспалительный инфильтрат в молочной железе Однако на имплант это не оказывает никакого воздействия Нет каких-то реактивных изменений, нет серомы, нет инфильтрации Нет капсулита Этого мы ничего не наблюдаем То есть это воспалительные изменения, которые затрагивают только молочную железу А эти воспалительный инфильтрат и патологический отек молочной железы С явлениями капсулита выраженного Сиромы мы наблюдали при сироме у пациентки И, собственно, этот отек держался достаточно долго Мы пытались его лечить, но ничего не помогало Мы сделали биопсию для исключения брест-импланта, ассоциированные лимфомы И в результате закончилось все оперативным лечением Следующее Гранулеумы послеоперационной эрупции Безусловно, чаще всего это возникает при больших реконструктивных операциях Которые сопровождаются еще и с одномоментным эндопротезированием Либо если доступ выполняется через ореолу, трансореолярным доступом Чаще всего это, как правило, неблагоприятная ситуация Но для пациентки чисто клинически вы можете видеть Картинка не очень красивая И эта пациентка, вот эта картинка уже после нескольких курсов лазеротерапии То есть ничего данной пациентке не помогает Однако в диагностическом плане Гранулеумы и рубцы достаточно хорошо дифференцируют И осложнений не возникают Во всяком случае при магнитно-резонансной томографии Липогранулемы тоже Это та ситуация, которая, в общем Если на УЗИ она достаточно понятна То при магнитно-резонансной томографии Она еще более становится понятной И не вызывает каких-то сомнений Мы видим хорошо очерченное образование С жировым содержанием внутри И, как правило, липогранулемы В зависимости от степени их развития Либо активно накапливают контрастное вещество Либо неактивно Осложнение эндопротезированное Связанное со симметрией Их очень много Я не хотела бы на всех на них останавливаться Потому что это, как правило, ошибки планирования Ошибки проведения хирургического лечения Я хотела показать вам только одно наблюдение Это наблюдение, так называемое Double Bubble Двойная складка Которая может возникать в основном по двум причинам Первая причина – это высокозадранный имплант И, соответственно, эффект водопада Когда молочная железа свисает над имплантом Подвисает И второй вариант – это когда не сформирована Субмамарная складка И доктор во время оперативного вмешательства Не сформировал или недостаточно сформировал Данную складку И мы видим контур импланта Двойной контур импланта И, конечно же, магнитно-резонансная томография То есть, как правило, позволяет нам с вами этот эффект И в 3D изображении увидеть И, проводя определенные замеры Линии через сосок Мы будем видеть, что импланты Большая часть импланты расположена выше соска Соответственно, это эффект водопада Реактивные осложнения Это капсулярная контрактура Патологический отек молочной железы Силикогранулема и силиконовая лимфоденопатия Известно, что капсулярная контрактура Чаще развивалась При использовании гладкостенных имплантов Текстурированные импланты Вызывают меньше контрактур Потому что, когда пациенты раньше всегда приходили И, начитавшись в интернете Первое, что они говорят и боятся Это контрактуры На сегодняшний день контрактур практически нет За счет именно использования текстурированных имплантов Зато появилось другое зло Которое встречается чаще у текстурированных имплантов Это брест-имплант ассоциированная лимфома Контрактура имеет несколько степеней по Бейкеру Ну и, собственно, магнитно-резонансная томография видит Как косвенные признаки контрактуры То есть она видит изменение формы имплантов Увеличение количества складок Так и видит прямые признаки Это утолщение капсулы, накопление ею контрастного вещества Либо ненакопление А вот это патологический отек Информаторный синдром аутоиммунного характера Обратите внимание, что пациентка была у нас несколько раз И первый раз, когда она поставила только импланты Через месяц после установки имплантов Мы видим отек, мощнейший отек молочной железы Который развивается в задних отделах молочной железы То есть в ближайших, ближе расположенных к импланту И посмотрите, после того То есть молочные железы чисто клинически различаются И после удаления имплантов Собственно, отек молочной железы никуда не девается То есть поэтому пациентки Я раньше не знала об этом синдроме Но читая лекции Иногда врачи бывают разных специальностей И это очень приятно Читая лекцию В команде был ревматолог И ревматологи, именно ревматологи Мне впервые сказали, что они знают об этом синдроме достаточно давно Он может проявляться различными Не только инфлематорными, отечными проявлениями Самой молочной железы Это могут быть и артрологии, и болевые ухудшения самочувствия И головные боли То есть это может быть очень большой спектр Проявления этого синдрома И, к сожалению, силикон является одевантом При развитии данного синдрома Далее, силикогранулема Ну, мы уже говорили здесь о диффузии Но, конечно же, когда происходит микродиффузия Силикогранулема имеет маленький размер И большие размеры силикогранулема Мы видим, конечно, при экстракапсулярных разрывах Когда мы видим большой объем И, конечно же, в данном случае Этот объем подтверждается программами С подавлением силикона Он также давится, как и основной силикон Сигнал от него И, соответственно, это доказывает Что это силикогранулема Силиконовая лимфоаденопатия Тоже достаточно частая реакция Я помню свою первую пациентку Которую я поставила Силиконовую лимфоаденопатию Я увидела большие измененные Патологические узлы в акселярной области При имплантах и больше ничего Я решила, что это рак, который я не вижу И что есть местостатическое поражение лимфоузлов И, собственно, отправила ее к онкологам После того, как они удалили лимфатические узлы Оказалось, что это силиконовая лимфоаденопатия Поэтому после этого Кстати, вот эта пациентка Вот вы видите Данные в акселярной области лимфоузел После того, как они удалили этот лимфоузел Гистурологи обнаружили большое скопление силикона После этого я стала уже встречать Силиконовые пораженные лимфатические узлы И как интрамамарные, так и акселярные То есть они могут быть в разных областях И для этого не обязательно должен быть разрыв импланта Силиконовая лимфоаденопатия Может быть и на микродиффузиях Поэтому она может встречаться При неизмененных имплантах Ничего делать здесь не надо Нужно просто знать это состояние И наблюдать за ним Ну и специфические осложнения Это фрагментация или поломка Разрыв силиконового геля Разрывы имплантов и лимфома И посмотрите Вот совсем недавний случай Очень интересный Я первый раз такой случай встретила И посмотрите Если мы возьмем сагитальные проекции Посмотрите Нижние картинки Не получается у меня показывать К сожалению Нижние картинки Ну признаки разрыва Внутрикапсульного разрыва Мы видим гипоинтенсивные линии Мы видим Что весь силиконовый Оболочка разорвала Силиконового импланта И весь силиконовый гель Свободно плавает Ограниченные капсулы импланта Капсула интенсивно накапливает Контрастное вещество Если мы же посмотрим на верхнюю Картинки сагитальной Посмотрите Мы видим серому перепротезную Мы видим капсулу Перепротезную серому А дальше мы видим Неизмененную оболочку импланта А в этой неизмененной То, что это оболочка импланта Доказывает контрастное усиление Как видите После контрастного усиления Нет усиления оболочки импланта Если бы это была капсула То сначала я подумала Что это капсула Но потом Рассуждая Я поняла Что это никакая не капсула Что это оболочка импланта И после того Как вытащили имплант Доктора-хирурги, да, пластические, вы видите, что они показывают, что оболочка импланта целая, но при этом произошла поломка силиконового геля внутри. То есть в норме силикона, это внутри наполнитель силиконового импланта, это одна молекула практически высокой степени сшивки. И он имеет однородную структуру, а здесь же вы видите участки более плотные, с менее плотными, с таким кистозным содержимым, и мы видим фрагментацию этого геля. Разрывы. Разрывы бывают внутрикапсульные и внекапсульные. Все зависит, повреждена ли перепротезная капсула. Оболочка и в том, и в другом случае будет разорванного импланта. Если мы говорим о внутрикапсульном импланте, то капсула по периферии импланта, она будет целой. И, соответственно, распространение силикона, крупного распространения силикона в ткани молочной железы мы не увидим. Это проявления могут быть языки планик, мини, и лингвины, слезинка, петля, замочная скважина, капля. То есть это могут быть разные проявления. Внекапсульные – это фрагментация контура, силикогранулемы большие достаточно выражены, и силиконовая лимфоаденопатия. Ну вот посмотрите, это внутрикапсульный разрыв. И очень частый вопрос, как отличить внутрикапсульный разрыв от складки импланта, которую мы видим чаще. Это сейчас самая главная проблема, с которой сталкивается. Я должна сказать, что в капсуле перепротезной всегда есть небольшое количество жидкости. И в складках тоже всегда есть небольшое количество жидкости. Поэтому складка импланта, она всегда будет сопровождаться наличием вот этого высокоинтенсивного сигнала. В отличие от точно такой же складки в другой молочной железе, в которой не будет высокоинтенсивного сигнала от жидкости. Это внутрикапсульный разрыв. Они могут быть крупные с синдромом лингвини, а могут быть такие вот небольшие периферические разрывы. А в данном случае представлен экстракапсулярный разрыв, некапсульный разрыв с нарушением целостности капсулы перепротезной, выходом силиконового геля за пределы капсулы и перепротезной импланты с развитием силиконовой лимфоаденопатии. По поводу брест-имплант, ассоциированной лимфомы, я особо говорить не буду, потому что все уже говорили. Я хотела бы обратить внимание, что основным и более частным проявлением является серома. Могут быть оптимальное образование и лимфоаденопатия. Прошу, мне так техническая служба говорит, что она жесткий. Показываю. Итак, в заключение я хотела бы сказать, что спектр многочисленных методик лучевой визуализации магнитно-резонансной маммографии является методом выбора, выявления дифференциальной диагностики осложнения эндопротезирования женщин с силиконовыми имплантами. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.